Уникальный певческий коллектив Беларуси, праздничному мужскому хору Всехсвятский, храма памятников в честь всех святых в Минске, в этом году исполняется 10 лет. И мы рады приветствовать в студии Доброй Раницы Беларусь художественного руководителя, регента хора Дмитрия Токмакова и солиста коллектива Владислава Барткевича. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Дмитрий, сразу вопрос задам вам. Разъясните, пожалуйста, что такое регент хора? Все очень просто, на самом деле, и банально. Это просто руководитель церковного хора. А почему именно такое название? Обозначение церковное, да? Ну, вот уже традиционно так сложилось. А этому где-то учат или избирают? Есть специальное учебное заведение, да, духовное училище, есть регентское отделение при духовных семинариях. И там вот выпускают такие кадры. Штучных специалистов, я бы сказал. Потому что, чтобы управлять хором, наверное, нужно какие-то необыкновенные знания. Да, конечно. В основном сегодня регенты – это те музыканты, которые закончили хоровое отделение в средних специальных учебных заведениях или в академии музыки. Вот, на самом деле, многие регенты не имеют профессионального образования, не оканчивают духовное училище или семинарию. Тут, скорее, важно, наверное, даже призвание. Но вы-то заканчивали Санкт-Петербургскую академию музыки? Да, я закончил лицей при Академии музыки нашей белорусской и уже Санкт-Петербургскую консерваторию по классу сольного пения. А почему ваш хор называется праздничный, с приставкой праздничный? Поясните нашим зрителям. Да, мы участвуем в праздничных богослужениях, в воскресные богослужения. Это тоже считается праздник, это Малая Пасха, каждое воскресенье. Поэтому все субботние, воскресные и праздничные богослужения мы сопровождаем. Ну, вот хор был основан в 2013 году в приходе храма в честь всех святых. Да, это сложное название, но это действительно уникальный храм. Уже не будем касаться того, что там и крипто есть, и очень много интересных всяких артефактов. Но как вообще возникла идея создания такого хора? Мужского, профессионального и праздничного? Идея создания возникла у нашего настоятеля отца Федора. И в конце четвертого курса мы с ним познакомились, в моего четвертого курса консерватории мы с ним познакомились. И уже весь пятый курс, когда я завершал свое обучение, у нас шли переговоры, мы строили планы, как же дальше мы будем осуществлять вот такую идею, как создание мужского хора на базе нашего прихода и храма памятника, который еще был в стадии строительства, кстати говоря. Ну, спасибо этой прекрасной идее. Вы это уникальное явление у нас в Беларуси. Да, это единственный мужской церковный хор у нас в Беларуси. У меня вопрос к Владиславу. Десять лет прошло, да, у вас уже собрался такой хороший коллектив. Скажите, хор это прежде всего люди, и как туда попасть? Как вы туда попали? Как стали певчим? Ну, в первую очередь хочется сказать о том, что состав хора состоит из 80% выпускников или студентов Белорусской государственной академии музыки. То есть все люди с профессиональным образованием? Да, исключительно все. Моя история началась также 10 лет назад. Я учился в колледже при Академии музыки. Узнал, что объявлен набор на прослушивание. Пришел, исполнил, обычно состоит из двух-трех туров. Исполнение сольной программы, чтение нот с листа, ну и уже личной консультации с руководителем. И после этого меня зачислили в ряды мужского форума всех связки, где я по сей день и участвую. И мы вас с этим поздравляем. Да, есть какие-то определенные обязательства, которые на вас налагает именно вот эта профессия, если можно так назвать? Ну, в данном случае это присутствие на всех богослужениях праздничных. Это обязательно. Ну и, наверное, какое-то и поведение соответствующее, да? Ну, само собой, да. Ну вот, кстати, о богослужениях. Мы знаем, что хор исполняют в первую очередь, доносят молитву Богу во время богослужения. А какой у вас репертуар, какую музыку вы исполняете? Кстати, сегодня в конце нашей программы мы услышим это. Расскажите о репертуаре немного. Тут нужно разграничить. Это богослужебная музыка или все-таки то, что мы исполняем за пределами церковных стен? Что вы исполняете за пределами церковных стен? Потому что вы же совершили тур по Беларуси и закончили большим концертом в Минске. Да. В этом году у нас уже, кстати говоря, два тура было. Два тура. Это рождественский был, зимние мотивы мы их назвали. Мы проводим уже четвертый год, кстати говоря, под этим названием. И вот буквально неделю назад мы завершили тур песнопений Великого Поста. Вечера песнопений мы проводили по городам Беларуси. И самое важное, что это все происходило во стенах храмов. Потому что там и акустика соответствующая, правда? Да. Это был не просто концерт, мы его и не называем концертом. Это был вечер, потому что, во-первых, это в стенах храма проходит. Во-вторых, это в период Великого Поста. Это особый абсолютно период для православных, вообще для христиан. И репертуар соответствующий, да? Конечно, да. Репертуар – это такие покаянные богослужебные тексты и много духовных стихов. Это вообще особенное такое у нас, занимают место духовные стихи. Это очень такой близкий жанр народу. Вот в конце программы вы услышите одно из произведений, один из духовных стихов. Вот, поэтому, да, вот у нас уже два тура прошло. И впереди очень много планов концертных, в том числе и поездки за рубеж, гастроли. Это вот в честь юбилейного года или для юбилея есть какое-то особое мероприятие отдельное? Традиционно, может быть, уже скажу, у нас будет, да, в конце года большой сольный концерт, именно в Минске. Но у нас еще предполагается серия концертов с другими коллективами. Ну, с теми, с кем мы хорошо общаемся, дружим. Есть какие-то общие идеи, планы творческие. Мы с ними будем встречаться тоже на площадках и в Минске. И даже в других городах тоже. Ну, мы там услышим, прежде всего, конечно же, Владислава, как солиста хора. Вот, и других исполнителей, которых прямо буквально через одну минутку услышите и вы, наши дорогие телезрители. Напоминаем, у нас в гостях были художественный руководитель, регент мужского хора Всехсвятский Дмитрий Токмаков и солист коллектива Владислав Барткевич. Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Токмаков Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok